В течение трех недель все заместители главы Одинцовского округа публично отчитывались по результатам работы. Каждый по своим направлениям за 2022 год. И озвучивали планы на 2023. Было подготовлено 15 отчетов. Это 15 полноценных презентаций с докладами. Более 2800 человек посетили все эти мероприятия очно. И более 144 тысяч в онлайне. Но здесь хотелось бы отметить, что это не означает, что они все смотрели именно трансляцию. Кто-то смотрел после. И по итогам каждого выступления был подготовлен короткий ролик по продолжительности трех до пяти минут. Ролики разошлись по интернету. Охват в просмотрах всех публикаций приблизился к полумиллионам. И это только то, что удалось отследить. Во время брифингов зал постоянно был загружен на 100%. Наиболее популярными направлениями для обсуждения стали здравоохранение, образование и благоустройство. На встречах по этим темам задавали по 20-30 вопросов. Считаю очень эффективным то, что мы сделали с точки зрения информированности населения. Как только это сейчас встанет на регулярную такую основу, на хорошие рельсы, на... И будет формат откатом, то и интерес к нашим, собственно, этим брифингам будет еще больше. И большее количество людей вовлечется, по сути, в нашу совместную работу управления территорией, развития территории нашего округа. Также Андрей Иванов отметил, что все было сделано качественно и на очень высоком уровне. Публичность, прозрачность, прямое и честное общение с жителями – крайне важная часть работы. Это неотъемлемые составляющие принципов чуткой власти, о которых регулярно говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. А коллеги из Подмосковья обратились в Одинцовскую администрацию с просьбой поделиться данным опытом, чтобы применить такой формат отчетов по всей территории региона. Стоит отметить, что практика подобных встреч будет повторяться в нашем муниципалитете каждый квартал. Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.